Предлагаю вашему вниманию рецепт чебуреков, но не с мясом, а с адыгейским сыром, мягкие, с нежной, солоноватой начинкой непременно придутся вам по вкусу как в горячем виде, так и в холодном, готовим. После приготовления теста, ему необходимо обязательно отлежаться, именно благодаря выдерживанию в прохладном месте, тесто становится эластичным, что позволяет ему не рваться при разделке. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте необходимые ингредиенты. В глубокую чашу просейте муку. Молоко смешайте с горячей водой, добавьте соль, размешайте. В муку вылейте молочную смесь, замесите тесто, тесто получается гладким и не липнет к рукам. Вкусняшки, подписавшимся. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Подготовьте начинку, натрите адыгейский сыр на крупной терке, если он недостаточно соленый, посолите по вкусу. По истечении времени достаньте тесто из холодильника, разделите его на 15 равных частей и округлите. Рабочую поверхность подпылите мюкой, возьмите одну часть, раскатайте в тонкий сочинь, тесто при раскатке податливое и не рвется. На одну половинку сочня выложите начинку из адыгейского сыра, двух столовых ложек вполне достаточно. Накройте второй половинкой сочня, прижмите края будущего чебурека с помощью вилки. Подобным образом поступите с остальными заготовками, переложивайте на доску или блюдо подпыленное мюкой. В жаровне или кастрюле с толстым дном разогрейте масло, опустите два чебурека и обжарьте с двух сторон до румяного цвета. Готовые чебуреки переложивайте на тарелку. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Обещанный список ингредиентов. Молоко – 100 мл. Вода – 100 мл. Кипяток. Мюка пшеничная – 2 стакана. Соль – 1 чайная ложка. Сыр адыгейский – 350 г. Масло растительное – 300-400 мл. Для жарки. Количество порций – 5-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся! Всем пока!